Добрый день, уважаемые студенты! С сегодняшнего дня мы начинаем изучение очень-очень нового языка объектно-ориентированного логического программирования, который называется LogTalk. Очевидно, из названия его название было получено путем объединения пролога и чисто объектно-ориентированного, то есть идея чисто объектно-ориентированного программирования SmallTalk. Для начала, естественно, ответим на первый главный вопрос, зачем изучать этот язык программирования. Вот перед вами сайт logtalk.org. Среди известных языков объектно-ориентированного программирования, относящихся тем или иным образом к прологу, вообще говоря, существует, по крайней мере, два таких самых известных. Это первый VisualProlog. Это проект был, точнее, был и является развитием турбопролога, то есть реализация компании Borland, языка пролог, специального диалекта, рассчитанного на процесс интерпретации в виде компиляции, то есть исходный код программы на языке пролог, описанный достаточно конкретно, то есть использованием типов данных, транслировался в исходный код, ой, не в исходный код, в инструкции микропроцессора и уже исполнялся. Поэтому данный диалект, он обладал некоторыми ограничениями по тому, чтобы программа могла сама самостоятельно себя каким-то образом модифицировать, что является одним из таких очень важных свойств дескриптивных языков, логических, функциональных. Другой проект, это в 93-м году, 95-м он был начат, и сейчас тоже активно развивается, это язык программирования Mercury. Это, вообще говоря, такое более функциональное расширение ISO-пролога стандартного, вот, то есть именно в сторону функционального программирования. Вот, а лог-ток, он преследует целью именно разработать такой новый уровень выразительности в языке, который бы представлял логическую теорию, то есть программа на языке пролог, она как парадигма представляет собой логическую теорию. Так вот, идея такая, чтобы представить, инкапсулировать эту логическую теорию внутрь объектов, при этом не выходя за рамки синтаксиса стандартного языка пролог. То есть лог-ток, конечно, в себя включает транслятор, то есть он определенные конструкции, определенным образом, значит, преобразует в прологовские, вот, но, тем не менее, синтетически все конструкции, они не выходят за рамки стандартного ISO-пролога. Значит, еще одним важным свойством, вот на этой странице вы можете посмотреть, также является тот факт, что лог-ток, это вот это вот макро расширение, то есть это не специализированный, как бы, язык, да, а это, как бы, способ представить прологовскую программу в конечном счете с небольшими накладными расходами, естественно. Ну, эти накладные расходы не более, там, 2% производительности, например. Вот, но самое-то интересное в этом языке, то, что он является вот этим вот дополнительным уровнем для разных реализаций ISO-пролога, то есть вот существует различные реализации языков программирования пролог со специфическими свойствами, ну, например, я использую ISO-пролог, он, в принципе, медленный, но зато его очень удобно использовать в обучении программирования, в отличие от того же, например, длину пролога. То есть в ISO-прологе есть, например, графический отлач, то есть там можно на само дерево посмотреть выводы. Ну, не само дерево, а часть этого дерева в виде графики. Тоже очень удобный момент. Потом ISO-пролог поддерживает различные семантические конструкции для обработки татографов знаний и хранения графов знаний, и даже специальный сервер, Клеопатрия называется. То есть вот в ISO-прологе есть некоторый набор библиотек или свойства языка, являющимся там расширением ISO-пролога, то есть его базой тех стандартных предикатов, ну и соответствующий набор библиотек, там, систему поддержки пакетов, то есть вот этих пакетжей, позволяющих его очень удобно на нем даже приложение некоторое писать. Ну, пролог, например, он обладает свойством по сравнению с SVI, таким, что он выполняется в несколько раз быстрее за счет того, что он компилятор в специализированный вариант машины Уоррена, и потом вот в инструкции микропроцессора. То есть большинство вот этих вот операций машины Уоррена, они, значит, в эти инструкции преобразуются. Есть вариант пролога XSB, называется, значит, он ориентирован на работу с индексированными наборами фактов, то есть там можно, ну, есть такой конструкции типа Tabling, называется, то есть это способ быстрого поиска в таблицах, то есть обычно в языках программирования используются различные хэш-таблицы, там деревья, там B+, деревья и тому подобные структуры, но в прологии, как правило, не заморачиваются же именно реализацией той или иной структуры. Вот, и вот как раз Tabling, да, как раз способ быстрого поиска нужных фактов. И также некоторые инструментарии поддержки динамического программирования, то есть если некоторый предикат вывел некоторые значения для входного набора параметров, то этот набор сохраняется в оперативной памяти как кэш, и при следующем запросе при тех самых параметрах он эти результаты возвращает из кэша. Например, Яп Пролог, чем интересен, да, он был разработан где-то в Бразилии, по-моему, я тоже им в одно время очень активно пользовался. У него в реализации можно управлять размещением динамической памяти внутри процесса. То есть, например, можно использовать кучу, как это обычно делается, можно использовать разделяемую память, отображаемую M-map память, ну, в общем, различные виды памяти, и таким образом его можно, например, так скажем, присылокупить к языку динамическому, динамическому, другому номеру языку Python. Я однажды так делал для одной системы. Довольно интересная такая штука получилась, но рано или поздно эти памяти все равно начали пересекаться, и возникали конфликты с... Ну, тем не менее, в общем, вот Яп он позволяет гибко очень подходить к вопросу того, какой именно вариант реализации вы хотите сделать. Ну, и так вот, Локток как раз позволяет именно надстроить над этими расширениями, будем так говорить, ИСа стандарта, еще и объектно-ориентированный уровень. Ну, то есть, вот эти все конструкции, капсуляции, наследования, а также новые там типа композиции, ну, а не как относительно новые. То есть, в языке программирования в общей TFC есть конструкция, которая называется категория, которая очень мало имеет общего с категориями из теории категории. Ну, общая какая-то идея там есть, конечно, признаваемая. И вот эти категории как раз внедрены в Локток, и категории являются одним из способов композиционного проектирования. Значит, в Локтоке можно, вот, видим, да, выражать и создавать модули, даже представлять модули стандартные и нестандартные внешние модули, языка, пролог, в виде консулированных классов. Мультизадачное, мультипотоковое программирование, он также возможно. Значит, есть вот прототипы, классы, протоколы. Ну, протоколы, это конструкция, похоже на интерфейс, мы тоже будем ее изучать. И также есть возможность, ну, это правда, такой прием быстрого изменения кода сложного, да, хот-пэтчинг называется, то есть он позволяет в некоторые объектно-ориентированные конструкции вносить динамические изменения. Поддерживается также программирование в терминах обработки событий. Есть возможность перехвата событий, это, кстати, возможность, которая была внедрена, то есть переход перехвата сообщений, то есть это возможность, которая была внедрена в язык Smalltalk, в реализацию Smalltalk V, например, да, вот в Smalltalk V 80 я почему-то ее не нашел, но, может быть, я плохо искал. То есть это возможность, в случае, если один объект какой-то конкретный посылает другому объекту сообщение, ну, то есть вызывает метод, то вот факт этого вызова метода можно перехватить и в момент перехвата запустить, ну, какую-то обрабатывающую процедуру. Вот в Locktalk, например, это процедура или продикат, он может, например, разрешить дальнейшую передачу этой информации. Ну, мы знаем, да, что по логе работает. Процедура логического вывода основана, наверное, на бэктрекинге, то есть на обратном выводе, точнее, поиск с возвратом, правильно, да. Обратный вывод – это принципиальная схема логического вывода, поиск с возвратом – это как раз способ обхода вот этого или дерева вывода. Ну, так вот, перехватчик может, например, запретить продвижение этого сообщения до целевого объекта, ну, то есть создать момент как раз возврата в поиске. Либо он может посмотреть, что, какой ответ в результате получился, ну, от объекта, то есть мы послали сообщение, объект обработал сообщение каким-то предикатом, да, то есть методом, и предикат возвращает какие-то значения, да, переменных, которые были раньше свободными. И вот, в зависимости от свойств комбинации этих объектов, мы можем, например, заставить наш объект-приемник сообщения выдать следующий, какой-то новый вариант наборов. Ну, то есть у нас существует некоторое стандартное взаимодействие между двумя объектами, мы внутрь вклиниваемся и пытаемся там каким-то образом еще некоторые специфические варианты этого взаимодействия реализовать. То есть вот такая вот интересная конструкция. Вот, ну, я думаю, что, наверное, мы не будем сильно много говорить. Да, немножко про себя скажу. Ну, то есть я в своей научной работе лобток использую как инструмент для как раз вот представления сложных, ну, как сказать, сложных, ну, достаточно сложных систем программных, реализующих распознавание, то есть не на основе там распознавания там функций или методов нейронных сетей, а именно распознавания, которые можно логически обосновать то есть на основе этих вот ну, как систем основанных на знаниях. Ну, то есть как, мы бы говоря, стандартная прологовская программа, да, то, что делает. И вот за счет энкапсуляции, да, например, ну, это основной основной фич, мы им так говорить, объект ориентированных языков, за счет энкапсуляции внутри предиката, энкапсуляции в виде объекта логтока, да, мы можем вот эту вот сложную конструкцию распознающую представить за некоторым фасадом и к фасаду обращаться, делать запросы и там внутренняя сложная функциональность, да, то есть те самые функции распознающие там свою работу естественно делает, мы получаем уже готовый результат. Да, ну вот еще много интересных свойств есть в логтоке, которые являются в некоторой степени эмерджентными в объединении свойств логического программирования на пологе и языка логток, весьма необычные, редко встречающиеся в других языках программирования, мы их тоже будем рассматривать, поэтому добро пожаловать на мой курс и я тогда перехожу к следующей лекции, вот если есть какие-то вопросы вы можете их задавать мне в телеграм логгер.